Набросал лечение при тендилите. Опять же, оно такое достаточно средненькое, но, как правило, помогает всем моим пациентам. В среднем мы делаем так. Но, опять же, оговорюсь, это не апогей, не конечная точка. Лечить его можно по-разному. Как это происходит? Ну, самое незамысловатое, что мы можем сделать в данном вопросе, это начать растягивать, растягивать передний пучок дельтовидной мышцы после каждой тренировки и ежедневно делать это независимо от тренировок. Дальше. Убираем все жимовые нагрузки в течение 1-2 месяцев. Начинаем лечить нестероидными противовоспалительными плечом. Это может быть диклофенак. Можно его применять как орально, так и местно, то есть в виде геля. Далее. Включаем процедуру электрофорезософилина. Проводим его по 10 сеансов через день в течение одного месяца и потом по 10 сеансов через день в течение другого месяца. Если у нас все хорошо, наблюдается ремиссия, потихонечку в течение последующих двух месяцев добавляем легкие тяговые нагрузки на передний пучок дельта и легкие жимовые нагрузки с весом не более 5 кг. Также после каждой тренировки растягиваем плечо и также продолжаем использовать нестероидные противовоспалительные местно. Далее. Если у нас очень-очень запущенный воспалительный процесс, то иногда допустимо применение стероидных противовоспалительных. Это обычно 1-2 инъекции кортикостероидов в виде, допустим, дипроспама прямо в средний пучок дельты. Но я бы рекомендовал это делать, конечно же, под наблюдением вашего лечащего врача. Также может потребоваться контроль кортизола. Значит, что еще? Что еще? Ну, также можно использовать и нужно использовать самомассаж после каждой тренировки. Можно использовать его ежедневно. Очень хорошо помогает неофасциальная терапия, так называемая, сейчас модно. Так, ну что, можно повторять процедуру электрофореза. По поводу электрофореза нужно понимать, что он, конечно же, очень дорогой, если вы будете делать его где-то в клинике. Поэтому я обычно рекомендую приобрести домашний аппарат электрофореза. Он достаточно просто работает, вы можете его приобрести и, в общем-то, лечить им ваш тенделит. Так как, в общем-то, заболевание имеет хронический характер и периодически, возможно, вам нужно будет возвращаться к данной терапии. Ну, извиняюсь за задержку моих видео. Ну, в общем-то, очень мало сейчас времени, как я говорил. Я очень-очень занят буду в данный промежуток времени. И, скорее всего, вернусь к съемкам видео в более качественном виде. Где-то, думаю, что это будет не раньше мая. А пока всего вам наилучшего. Я желаю вам здоровья. Оставляйте ваши вопросы, комментарии. И да пребудет с вами здоровье, друзья.